Саганцов 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 Стартовые 10 минут ушли у команд на разведку Да на привыкании к новой площадке Впервые за много лет участники Суперлиги чемпионата Ульяновска Покинули гостеприимный фок госуниверситета И перебрались в новенький фок Орион Завожье Первыми в протоколе отметили футболисты Симбирска Они нарушили правила в центре поля И не опасный на первый взгляд штрафной превратился в гол Это Вячеслав Прибулов отменно пробил со стандарта Еще через 3 минуты форвард перехватил мяч на своей половине Промчался через всю площадку И неотразимо пробил ближний 2-0 Наставник Симбирска Юрий Назаров взял тайм-аут Его подопечным потребовалась перезагрузка Мы так проиграем И я пока вижу Садюкина и Манышева Вот вижу двое бьющихся Остальные были так Второй тайм начался с еще одного стандарта мобилейта И очередного гола Вячеслава Прибилова И снова форвард пробил голкипера Николая Дементьева со штрафного Вот только тогда Симбирск по-настоящему разозлился Родион Казаков сотворил маленький шедевр Эффектным финтом обыграл в центре поля опекуна Продвинулся на несколько шагов вперед И неотразимо пробил в ближний Ничего в этом сверхъестественном нету Много отрабатываю этот игровой прием Поэтому Наконец-то получилось в игре Правда супер-гол Казакова Не вдохновил партнеров на подвиги Хотя в этом сезоне они уже и отыгрывались с 0-3 Взять хотя бы игру с погодой в доме Однако с помирейтом этот фокус не прошел Напротив, в конце встречи МЧС забил еще дважды Сначала Денис Мерте в касании переправил мяч ворота Дементьева После паса своего капитана Андрея Злыбрева А на последних минутах Вячеслав Прибилов Оформил покер, сдавил пенальти Убедительная победа оранжевого номерейта 5-1 Думали больше борьбы будет Думали вообще до гола так игра будет Получилось, что моменты реализовали Из-за этого повели в счет И потом уже все равно чуть-чуть Две команды подустали И уже играли мы по счету чуть-чуть От оборонки От оборонки в восьмом туре не сыграла разве что Волга Кайман На протяжении всей встречи против контактора Волжане имели очевидное игровое преимущество И победили крупное 7-1 Особенно усердствовал Радик Хайрулов Забивший дважды С одинаковым счетом 3-1 в своей встрече Выиграли Кристалл и Авангард Причем если успеху кристаллических Во встрече против Симкора никто не удивился То заводчане сотворили настоящую сенсацию Обыграв саму погоду Дважды на этой неделе играла Динамо Сначала белоголубые уступили Симбирску 2-13 А затем, видимо, решили Хватит пропускать И в сухую переиграли Вертер 3-0 Таким образом, после 8 туров Во главе турнирной таблицы Мобирейт и Симбирск Правда, количество потерянных очков У лидеров разное У МЧС их меньше А это значит, что команда Играющего тренера Андрея Злыдарева Потенциально чемпион Волга, воспользовавшись очередной осечкой погоды Впервые с начала сезона Взобралась на третье место Затем уплотнение в середине Где расположились Контактор, Кристалл и Авангард И лишь аутсайдеры Динамо, Симкор и Вертер Набрали 9 очков на троих Этого хватит лишь для того Чтобы бороться за выживание Следующий тур состоится через неделю 14 января Не исключено, что команды Снова вернутся в ФОК Улгу Причиной всему Небывалое количество травм В пяти матчах тура На новой инкоплощадке Повреждения получили 10 футболистов Одного из них Голкипера Кристалла Евгения Дубинина И вовсе увезли в больницу В карете скорой помощи Что касается главного матча Следующего тура То это будет, конечно Противостояние Мобирейта И погоды Которая не побеждала МЧС очевидно фаворит Но раненый зверь, как говорится Весьма опасен